так в прошлом видео я рассказывал как играть на гитаре через облитон используя гитару вик и тому подобные эффекты в общем сегодня я расскажу как играть таким способом используя дополнительно еще playback запуская вот в общем такой пресет и его должны были уже видеть на 123 у меня переключаются кнопки на а и с включаются посылы на дилей и операцию вот теперь чтобы играть с плейбэком нам нужно создать дополнительный канал для плейбэка insert audio track подпишем его play back ok теперь мы переключаемся в режим аранжировки то есть тут нам придется играть через режим аранжировки значит так я сейчас возьму допустим меня вот есть такой плейбэк закину его сюда давай закидывайся ну с варпингом и с темпом это уже отдельная история я знаю что у меня здесь темп 93 подписан возможно из-за того что он подключится будет небольшой отступ это заморочки плейбэков уже включаем проверяем включаем метроном чтобы точно было да вот так вроде все ок известная песня так что можно делать да то есть вот я запустил плейбэк метроном можно пускать отдельным каналом там допустим если у меня много выходов до из 3 4 5 6 здесь на мастере регулируется какой канал вот это первое это метронома я его допустим хочу пустить в 3 4 вот его громкость если что ну его можно в ноль оставить а вот мастер желательно бы и убирать я в прошлом видео об этом не сказала желательно бы оставлять запас минус 6 чтобы на выходе не было никаких искажений вот ну хотя если мы сейчас мастер будем посылать в общем смотря что мы сейчас будем посылать можно в общем сделать маршрутизацию по разному гитару запустить вот у нас вход сейчас идет там со второго канала здесь сделать external output на 12 а плейбэк допустим здесь вот можно также external output а нет смотрите да забыл гитару нам нельзя через external output потому что у нас используются шины посылов вот ее нужно обязательно на мастер значит здесь у нас гитара она идет 12 а вот плейбэк мы можем запустить отдельным пятым шестым и того у нас получается через первый второй у нас идет гитара вот мастер гитара вместе со всеми эффектами через третий четвертый у нас идет клик а через пятый шестой у нас идет плейбэк и то есть соответственно звуков звуковых и к выходам к соответствующим мы подключаем кабеля и можем пускать это микшерский пульт и звукорежиссер это может все удобно отруливать этот ну или там метроном можно пустить отдельное себе в уши как-то то есть тут уже отдельная тема как все коммутировать в общем сейчас в чем суть как мы переключаем пресеты в принципе сейчас вот то как у нас на однирку на двойку и на тройку это все работало единственное имейте ввиду что как только вы нажимаете то у вас запускается воспроизведение я вот сейчас обратно выведу на этот чтобы вы слышали то есть я за переключаю режим у меня пошло я просто нажал на единичку на пробел не нажимал нажимаем на двойку у меня режим но воспроизведение началось то есть в принципе мы можем я знаю что мне нужен кранч вначале ну и допустим реверберация ну кстати на реверберацию это не распространяется потому что у нас переключается здесь когда мы переключаем реверберацию или delay запуск аудио не идет ну вот то есть мы включили микроном я его сейчас тоже сюда направлю потому что у меня чтобы записывалось это все микрофон должно идти через первый второй канал включаю заранее у меня сейчас включен пресет кранч вот я это могу наблюдать вот здесь вот у нас отсчет и я играю переключаюсь на клин так в общем это все можно дело автоматизировать как это делается мы переходим вот обратно в этот режим наш и ставим вот я знаю что вначале мне нужен кранч и я его вот у меня там стоит луп я его растягиваю сколько мне влезет вот столько у меня должен играть кранч дальше у меня пойдет я включаю клин 301 то есть она в принципе вот подписано допустим дальше мне нужен лид он сам это все включится чтобы это работало нам нужно нажать вот на эту кнопку вот мы на нее нажали я включаю вот сейчас сейчас идёт кранч допустим я сделаю что пораньше время сэкономим так а ну да да то есть сейчас переключился на этот вижу ни фига не работает все время тело к чертюм нажимаю нажимаю вот присядь идёт нажимаю ага в общем чтобы играть так в общем чтобы это все само переключалось что нужно делать чтобы это все само переключалось в первую очередь нам нужно перейти к режиму аранжировки сейчас у нас вот это вот гитара она находится в режиме сессии вот в этом и как бы если я нажимаю то она переключается но само не автоматизируется нужно перейти в режим аранжировки обязательно вот эту кнопочку нажать и и теперь и мы переходим туда нажимаю tab беру первый пресет ну первый пресет ну в начале у меня идёт кранч я сразу закидываю второй пресет вот у меня кранч ну чтобы сейчас время сэкономить я просто покажу что это работает да я вот так вот могут поднести краешку растянуть насколько сколько мне это надо Следующим поставить там клин Растянуть его на столько, сколько мне это надо Отмотать, поставить лид Растянуть его на столько, сколько надо И так далее Но сейчас, чтобы это было быстро, наглядно Я их сокращу По два такта буквально, по три Это что касается пресетов Что касается каналов вот этих наших Вот они здесь так выглядят Сейчас они выключены То здесь автоматизация прописывается немножко по-другому Вот мы нажимаем и вот видно, что эта штучка красная переключается То есть ее нужно прописать тоже так же Как мы это делали тогда Допустим, я вот в начале хочу, чтобы у меня была реверберация Я включаю режим рисования, нажимаю Command B Можно не рисование, можно просто нажать Вот здесь вот она включена Ну Command B просто он удобно по такту сразу привязывается Вот здесь он у меня выключится А дилей Включится Вот то место, где когда реверберации нету, наоборот И теперь я сейчас включу это все дело Запущу и вы услышите, как у меня переключатся режимы Переключатся эффекты И так можно составить там на следующую На любую песню, сколько влезет их подряд играть Сейчас у меня экран В общем-то у нас вышла небольшая ошибочка Режимы не переключились Вот это все переключилось правильно А режимы сами не переключались Немножко просто я неправильно это все скинул Показал Надо делать не так Надо делать Вот я загружаю пресет Вставляю его сюда Я не могу его растягивать То есть если я растяну, автоматизация Она не сохранится сюда Ее нужно копировать и вставлять То есть Или делать Command D Столько времени, сколько у меня должен длиться этот пресет Я копирую эту автоматизацию Могу ее удалить Но она, видите, сохраняется Но тем не менее Как только я вставлю сюда сейчас другой пресет Вставил Вот здесь стала новая автоматизация Я его И вот Command D нажимаю Дублирую Вот так Вставляю здесь третий пресет Немножко не так вставил Вот так его надо вставить Я просто скопировал сейчас В общем дублирую Все, здесь третий пресет Столько времени, сколько надо Потом я беру снова, допустим, первый пресет Вставляю его вот сюда И он работает Вот То есть сейчас, если я включу Начну играть Все будет переключаться Все будет работать Так как надо И я могу, то есть С песней Полностью себе автоматизацию прописать И играть у меня Просто буду играть уже И не думать И сейчас включится лид В общем, вот так это все работает Как-то Ну и есть одна загвоздочка Как только мы нажмем на клавишу Один Два Или три То все, что мы прописали Автоматизацию Оно перестает работать То есть Одновременно можно Или как говорили Одновременно В общем Можно использовать Либо Автоматизацию В ручном режиме Либо ту, которую мы прописали Можно, конечно, немножко схитрить И вот эту вот кнопочку Добавить На какую-нибудь клавишу Допустим На ноль И теперь, допустим Мы Я ноль нажаю Нажал Мы вернулись в аранжировку Вот мы играли Потом мы решили переключить Сами на Крадж Нажали единичку Ой, на клин я переключил Ну вот на клин У меня как бы То перестало работать Я могу нажать сейчас на ноль И у меня снова начнет работать То, что я прописал Вот То же самое касается И вот этой автоматизации Если я нажимаю То вот эта автоматизация Стала серой Но здесь уже нужна другая кнопка Вот видите Та не появилась Которая у нас забита на ноль Но зато загорелась красная вот эта Ее тоже можно На тот же ноль Забиваем Нажимаем ноль У нас обнуляется И снова работает наш Я выключаю Включаю там дилей То все Переключаю режим Все Ничего не работает Все в ручном режиме Как будто бы без плейбэка Нажимаю на ноль Все возвращается на свои места Но все зависит еще от того Где находится вот Эта вот Линия наша Да Линия воспроизведения То есть если она будет здесь То нажимая на ноль Вы вернетесь в ту позицию Которая здесь И будет работать Та автоматизация Которая находится здесь Нажимая здесь Работает другая автоматизация Ну в общем Думаю принцип вы поняли Надеюсь Путаница у вас не получится И будете кайфовать Играть Так как вам удобно Чуть позже буду делать видео О том как Сделать из клавиатуры Удобный Миди контроллер На этом все Всем пока